Анатолий, расскажите о вашем джиме. Как называется, где находится? Меня зовут Толик, фамилия Каминский, живу в Лос-Анджелесе с 2004 года. Занимаюсь бизнесом под названием бокс. Все в этом бизнесе. Не знаю, зачем все сидят в этом бизнесе, но все сидят и все отдают бизнесу свои сердца, свои души, свои тела и так далее. Я занимаюсь боксом с детства, с 11 лет, был в сборной Украины, сам с города Львова. Жил в Израиле, тоже тренировал в городе Натанье, теперь живу в Лос-Анджелесе, работаю с 2004-го, держу зал. Работаю с любителями, с профессионалами, с физкультурниками, со всеми подряд. Сам тренируюсь, работаем с сыном, с моим работаем. Приехали с России неделю назад, выступали в Сибири. Зал мой находится в Ресиде, в Сан-Фернандо-Валах, почти в центре Сан-Фернандо-Валах. Зал где-то 3000 Скворкфит. У нас есть такая, немножко нестандартный зал для Америки. Немножко такой, у меня смесь советской школы и американской школы. То есть это работает очень сильно, работает уверенно. Мы двигаемся вперед, в принципе, люди на нас смотрят, как на инопланетян, но у нас все получается. И почему-то после, вначале они смотрят на инопланетян, а после боев они приходят, говорят, о, good job. Работает. Да, good job, все нормально. О, you guys good, you guys strong. Окей, вот это вот то, что нам нужно. И нам не, никто нам не может поставить ножки, палки и в спину воткнуть нож. Мы работаем сильно, уверенно. Аня с нами будет или есть. Ну, и все будет хорошо. Надеюсь, смотрите нас дальше и будет все нормально. У нас подрастают сильные боксеры. Идемте я вам зал покажу. Ой, стой, стой, стой. Ну, что ты? Куда ты? Цель нашего сегодняшнего визита. В рамках проекта мы приехали, чтобы посмотреть на боксера, которого очень высоко рекомендует Анатолий и отзывается о нем очень высоко. Что это за боксер? Кто это? Боксер, он приехал с интересного города Памир, маленький городок в Таджикистане. Он на границе с Афганистаном. Приехал, значит, в Америке находится примерно 2 или 3 семьи. Но он подробнее может вам рассказать, может, я не конкурентен в этом. Имя. Его зовут Алим Хан. Он находится в Америке примерно 7-8 лет. Все 7-8 лет он находится рядом со мной. Мы как одна семья. Вес у него 122 паунда сегодня. Он боксирует. Он сейчас весит чуть больше, 126-127. Боксировать будет 122. Он провел 11 любительских боев. Примерно в 8 он одержал победы нокаутом. Этот человек, он очень дисциплинированный. Он тренируется каждый день, по 2 раза в день. Сколько я ему не говорю, он все время тренируется. Я на него, просто я на нем закручиваю гайки. Есть такое выражение, очень серьезное. И человек выдерживает, не ломается, не убегает. До него 20 человек просто сбегали отсюда. Они все говорили, что я просто ненормальный. Вот. Ну, я человеку закрутил пару раз гайки так, что у него бедного, у него лицо перекосилось. Ну, ничего, он выдержал. Вот он в зале тренируется, разогревается. Он выдерживает все. Этот человек под такими танками был, он выдерживает все. Посмотрим, сегодня он сделает спарринг тоже с профессиональным боксером, у которого уже есть опыт. Мы спаррингуем только с такими. Причем очень большой профессиональный опыт. У него парень, этот Хабир, он нам согласился помочь. Хороший парнишка. Это действительно помощь для нас. Как бы немногие профессиональные боксеры соглашаются бесплатно приехать, помочь, сделать какие-то там 6-7 раундов. Это редкость. И просто одолжение сделали. Это мы одноразово. И дай бог, чтобы у нас все получилось. И будем двигаться дальше. Вот так. Скажи мне, пожалуйста, ты сказал, у него 11 любительских боев. И ты считаешь, что он уже готов, чтобы идти в профи? Да. У него 11 любительских боев. У него с самого первого дня, когда он пришел в зал, мы ставили ему профессиональный стиль ведения бокса. И все бои, которые он выходил на ринг, он не бросает достаточно много ударов, как любительская школа. Выбрасывать там 250 очки, набирать очки. Этот человек бросает конкретно. Он выбрасывает 1-2 и конкретно заканчивает жесткими сильными ударами. Он панчер, он ударный, он силовик, он бьет. Мы тренируемся достаточно сильно. Он с железом работает. Я вам потом попозже покажу зал. Он работает с канатами, с железом, прыгает, как обезьяна, бегает. В горы у меня здесь бегает, ломает, грызет этот зал. И, в принципе, это только таким путем ты можешь достичь какой-то результат. В моем понимании. Это действительно помощь для нас. Как бы немногие профессиональные боксеры соглашаются бесплатно приехать, помочь, сделать какие-то там 6-7 раундов. Это редкость. И просто одолжение сделали. Это, думаю, одноразово. И дай бог, чтобы у нас все получилось. И будем двигаться дальше. Вот так. Скажи мне, пожалуйста, ты сказал, у него 11 любительских боев. Да. И ты считаешь, он уже готов, чтобы идти в профи? Да. У него 11 любительских боев. У него с самого первого дня, когда он пришел в зал, мы ставили ему профессиональный стиль ведения бокса. И все бои, которые он выходил на ринг, он не бросает достаточно много ударов, как любительская школа. Выбрасывать там 250 очки, набирать очки. Этот человек бросает конкретно. Он выбрасывает 1-2 и конкретно заканчивает жесткими сильными ударами. Он панчер, он ударный, он силовик, он бьет, мы тренируемся достаточно. Ну, давайте я вам зал покажу. Друзья мои, сейчас мы идем не в зал, а идем знакомиться с участниками спаинга и, собственно, с тем участником, из-за которого мы вообще здесь. Как зовут еще? Алим. Алим. Окей, за мной. Показывай его нам. Идем, пошли. Алим. Он по-русски, но... Привет, меня Аня зовут. Алим. Алим? Да. У меня тоже виноват, да? Ты хорошо говоришь по-русски? По-английски или по-русски? По-английски, по-моему. По-английски, окей. Ты можешь по-английски? По-русски, это для русских. Ну, давай, по-русски. Пусть говорить по-русски. Я по-русски не могу. Ничего, чуть-чуть смотри. Почему не можешь? Ты даже не все понимаешь, так сказать, я не могу. Я понимаю. Я так же по-английски тоже понимаю, но не говорила. Я с ним так общаюсь, я как собака с ним. Он у меня собака, я спит, он все понимает, ничего не отвечает. Так и он, он понимает, но ответить не может. Окей, Алим, меня зовут Анна. Да, можно чуть чеша. Давай сюда, отойдем немного. Расскажи, с кем ты будешь спайнинговать? Представьте, пожалуйста, откуда ты приехал, как давно в Штаты. Я из Таджикистана приехал сюда 4 года назад. Сейчас, когда я приехал здесь, я в тот же день приехал здесь, уже 4 года здесь. Я сказал 7, 4, больше 5 лет уже почти. Не понял. А боксом давно занимаешься? Да, уже там тоже занимался, где-то 10 лет уже занимаюсь. Там, в Таджикистане, не здесь. Почему так мало боев в любителях? У меня там белые бои, они здесь их не считают. А, то есть там было ли какой-то? Да, у меня там белые, где-то 10 лет у меня были. Когда приехал здесь, еще там, здесь уже 10. У нас финансов нет, чтобы пойти в турниры, они далеко отсюда. Семья твоя здесь? Да, семья тоже здесь. Так, сегодня мы будем спайнинговать, пойдем ко второму участнику. Ты пока готовься, мы потом еще к тебе подойдем. Так, ну иди сюда. Нет, ты можешь там стоять. Представься, пожалуйста, и скажи, с кем ты будешь спайнинговать сегодня. Меня зовут Хабир Сулейманов. Я из Челябинска. Я боксирую в весовой категории со 8 маст-паундов. Это, наверное, 54 килограмма будет по-русски. Что еще сказать? Сегодня вот буду спайнинговать с парнем. Он, по-моему, 16 паундов боксирует. Сегодня приехал к нему на спарринг. Я боксирую. У меня 19 боев, 3 проигрыша, 16 выигрышей. Еще ты победитель золотых перчаток. Да, победитель золотых перчаток. В мае вот выиграл NBA тайтл еще. Может быть, скоро буду защищать его. Вот сейчас ждем, ждем ответа ESPN. Если скажут да, то я буду боксировать на ESPN в январе. А Баня не думай. А Баня может забыть это вот сейчас прям. Пока, во время. А потом можешь опять вспомнить. Я тебе объясню, почему. Потому что мы сейчас парень твой будем записывать. И именно его я буду показывать промоутерам. А экламирую тебя и еще какие-то тебе бои и промоутер. Хорошо? Выложись, пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Не входи в группу, не надо, сделай шаг назад, не держись, сделай назад, уйди назад, уйди назад Корпусом по корпусу, закончу правую по корпусу? И PK, держись. А с полком и Bridge吗? Нет, соперника, пришли сразу! Не было бы такого подай, наверное, а то я проходила в ройу. Головкой поработай. Садитесь внутрь. Садись на левую, левую снизу, правую сверху. Быстро. Еще раз поворот. Сядь на левую ногу, делай тупо удары. Сядь на левую ногу, левую снизу, поднимай. Внимание, подписьки. Сядь на левую ногу, нормально. Иди сюда снизу. Сядь на левую ногу. Иди сюда снизу. Левую ногу. Эцигена. Прямо все буду. Сbedь на левую ногу, 1-2-6. 出来. С Tespise приеме. К enfance. Д обersа нем uprising. Sew короче. Внимательный, не играйся вверх, подними руку, погоди левую руку, покидай левую, почувствуй руку, покидай левую, сейчас три, не заканчивай, покидай левую руку, играйся левую руку. Внимательный, внимательный. Видимо… Девушки музыки Левую руку Эдди, сколько у вас есть? Как много. Мы пойдем с Кабир, четыре, и если вы хотите отправить вашего парня, для чего-то. Вперед, куда они помогли, попадали на руку. Постеги на руку. why don't you move forward? Don't shake hands straight down. Не торопся, Кабир! Не троги твою энергию со мной, Кабир! Подпишите руки, зачем ты оставил там? Вы не бери за руку. Два боковые, Два боковые вытянь. Три руки с их двойной. Три руки с их сверху. Держите него на февраль. Погнали вверх. Держите его. Держите его. Субтитры делал DimaTorzok Выходы с правой стороной стороной стороной, три раза, хорошо. Дай Ini пояс,ашёк. Рыжат это не так и не стремятся, а заморозить их от правосудии. Дай 12, хорошо? Дай 12, хорошо? Дай 12, хорошо? Жёте... Выходите пояс, получите пояс. Первый этаж. Руку на место. На нем, на нем. Рукошка, не тревели. А где вы таскивали работу? Как назад работает. И держи его. Как назад работает. Ну, как ты чувствуешь? Хорошая спарринка. Толик, ты доволен? Да, да, отличный спарринг. Сделал всю работу. 90% работы выполнил. Более-не-менее. По-моему, он пропустил там очень жестко. Спарринг, опять, для этого мы приходим, для этого мы делаем спарринг, чтобы где-то пропускать, где-то учиться, где-то видеть свои... Мы же не идеальные, даже... Не существует идеальных боксеров в природе. Нет. Если кто-то скажет, что кто-то идеальный, но это единственное... Ну, спарринг отличный, что ты? Отличный спарринг. Он же профи, конечно. Спарринг сыглант. Ты молодец, слышишь? Ты молодец. Работа, опять, нужно исправлять ошибки, нужно идти вперед. Мы знаем, где наши проблемы. Что пропустил по корпусу, я видел где-то 3-4 раунды. Ну, 6 раундов. 6 раундов, стрейт сделал, 6 раундов пропустил по корпусу, быстренько восстановился и пошел бросать дальше. То есть ничего такого нету смертельного. У человека 18 боев, у этого ноль. Я знала, а что ты? Понимаете, о чем мы говорим? Вот он, вот он, это вот, это звездочка. Понимаете? Он тяжелее, да, Хабира Хабира? Он чуть тяжелее, да. Он сейчас весит... Но много? 6-7 раундов тяжелее. Где-то в 3 килограмма он тяжелее. Но опять, мы говорим о профессионализме. Мы говорим, что Хабир сегодня 18 боев у него. Опытный, опытный пассажир. Отличный спарринг, чего обрадуешь? У него прекрасный спарринг. Но я не оправдуюсь, я просто говорю, что все непросто, все непросто. У нас есть ошибки, над ними надо работать.